Давайте анализировать матч Реал Мадрид-Барселона, это Эль Классика, две команды участвовали в Лиге Чемпионов УЮФА, одна вылетела, вторая продолжит свое выступление, Барселона проиграла все-таки ПСЖ и вылетела, Араухо получил красную карточку и против Димбеле и Мбаппе играть просто невозможно в десятером, но в принципе Хави и команда показали неплохой перформанс и шансы пройти дальше. Что касательно Реал Мадрида, команда сумасшедшая, просто выстояла против Манчестер Сити, Лунин показал феноменальный футбол, серия пенальти, вытащил характер, психология, хладнокровность, просто все его лучшие качества проявились именно в этом матче. Какая ситуация в чемпионате Испании? 78 очков у Реал Мадрид, 70 у Барселоны. 8 очков разрыва, Барселона должна играть ответственно и захочет сегодня выиграть. Хави, я думаю, это прекрасно понимает, ну и плюс-минус равные условия в плане отдыха для двух коллективов, потому что Лига Чемпионов УЮФА закончилась приблизительно в одно время. И сегодня будет интересно. В принципе, Реал Мадрид может поставить точку в плане чемпионства, они могут просто реализовать свои моменты, забить, закрыться и Барселона ничего не сделает. Ну или будет интрига, но Барселоне нужно будет побеждать, чтобы что-то навязывать потом. В принципе, чемпионат Испании подходит к концу и сложно, я думаю, что-то будет потом предложить, если вот не в таких матчах. Касательно вообще индивидуального исполнения, действительно, Реал Мадрид хорошо себя чувствует, игроки все готовы, я думаю, будет у нас основной состав. Хотя, Челоти понимает, что кому-то нужно давать отдыхать, кто-то больше сыграет, кто-то меньше, но в любом случае, я думаю, все будет нормально. У Барселоны ситуация следующая. Минус один турнир, Лига Чемпионов, теперь нужно убиваться в чемпионат. Я думаю, что Хави будет сегодня пытаться выиграть свою встречу на все 100%. Ну а сам я за Реал Мадрид сегодня, мне нравится эта команда, мне нравится их вообще реакция на происходящее, реализация, игроки, исполнение. Ну и Андрей Лунин, конечно же, за Андрея мы болеем все вместе. Этот человек делает невозможные, просто невероятные вещи на футбольном поле. Если сегодня он словит опять кураж, я не удивлюсь, мне кажется, что большие шансы у него это сделать. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и, конечно же, написать свое мнение в комментариях. Обязательно услышимся!